Ведодин 28 февраля 1720 года по указу государя Петра I были учреждены государственные коллегии. Лишь в 1802 году они были заменены министерствами. 28 февраля 1810 года основан гвардейский экипаж, гвардейская часть военно-морских сил. 28 февраля 1825 года была подписана Англо-Русская конвенция о разграничении владений в Северной Америке. Этот документ оформил создание Русской Америки. 28 февраля 1922 года свидетель-патриарх Тихон осудил советскую власть за конфискацию церковных ценностей. В этот день, 28 февраля, родились Цесаревич Алексей Петрович, сын и наследник государя Петра I. Аполос Мусин Пушкин, русский ученый 18 века. Алексей Уваров, ученый, отец русской археологии. Юрий Лотман, замечательный русский культуролог и историк. Режиссер Всеволод Пудовкин, автор многих советских исторических кинолент. Уже с юности Всеволод Пудовкин показывал себя уникальным, творчески разносторонним человеком, у которого страстные, но беспорядочные увлечения живописью, игрой на скрипке, астрономией и сочинением очень странных, похожих на философские идеологии пьес, комбинировались с довольно прочным влечением к физико-математическим наукам. Вопреки желанию родителей видеть сына врачом, Всеволод поступил на физико-механический факультет университета. Однако проучился там недолго. «Пудовкин был призван на фронт Первой мировой, а вернувшись, начал работу в химической лаборатории завода «Фазген». Но после того, как кинолюбитель вступил на путь обучения актерам, другой дороги, кроме искусства, для него не существовало. «В точных науках я всегда чувствую себя рабом, кинематограф позволяет мне творить», — утверждал он. Инициатором набора в киномастерскую был Лев Кулешов, в 1920 году уже имевший солидное портфолио как декоратора в студии Ханжонкова, так и режиссера, снявшего ряд документальных фильмов о гражданской войне. Тандем «Пудовкин-Кулешов» получился успешным. Вскоре артист дорос до соавтора сценария художника в фильме «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» и стал одним из самых преданных Кулешову учеников. Благодаря харизматичной внешности «Пудовкин» не только создал первый в истории советского кино образ большевика, но и не менее ярко отметился у коллег, включая эпопею Эйзенштейна и Ван Грозны. Но мировую известность «Пудовкин» приобрел после выхода на экраны режиссерского фильма «Мать», ставшего для него визитной карточкой, а для страны – золотой классикой. Во время съемок этой картины «Пудовкин» применил актерскую систему Станиславского, усилил воздействие фигуры матери на зрителя при помощи монтажных склеек. Почти на все 100% картина заснята таким образом, что кажется, будто по какому-то волшебству оператор мог непосредственно фотографировать самую действительность. Актерская игра абсолютно не чувствуется, но при этом нет ни одной фигуры, даже фигуры из толпы, которая не была бы художественно типичной, так писал Луначарский. Иностранная критика тоже хвалила. Я был на показе фильма «Мать» в театре Камеди де Шанс Элизе. Он был встречен нескончаемыми овациями. Меня больше всего тронуло в этом фильме психологическая эволюция героини и ее осознание революции. Пудовкин и Зархи убедили меня, что человек не един и неделим, не белый или черный. Так отмечал француз Жорж Садуль. Двумя другими революционными ласточками стали кинокартины «Конец Санкт-Петербурга» и «Потомок Чингисхана». Но ни эти фильмы, ни череда исторических картин, за которые режиссер был награжден сталинскими премиями, не сравнились с успехом дебюта, вставшего ориентиром для киношкол со всего мира. Отчасти причиной стала автокатастрофа, в которой сценарист Зархи погиб и которую виновник аварии Пудовкин очень сильно переживал. Возможно, и потому, что революционная тема матери стала не главным лейтмотивом, а фоном к личной жизненной трагедии сына и матери. И тем самым нашла отклик в сердцах международных зрителей. А актер Дуглас Фербэнкс заявил, что после броненосца Потемкина он боялся смотреть советские картины, думая, что Потемкин единичен, но убедился, что СССР может ставить исключительные фильмы и что мать кинематографически стоит страшно высоко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова